Муниципальное монетарное предприятие Волоково-Электротранс оказывает услуги населению по обеспечению ежедневных транспортных потребностей троллейбусами и автобусами на городских и пригодных маршрутах, согласно расписаниям и графику движения. В первом квартале 2021 года предприятие обслуживает 7 городских автобусных маршрутов. Это маршруты номер 5, номер 7, номер 9, 9А, 15, 21 и 22 маршруты. 6 троллейбусных маршрутов. 2, 4, 5, 5, 6 и 11 маршрутов. Для обеспечения пассажирских перевозок на предприятии имеется 67 троллейбусов. Хочется отметить, что у них износ у всех, с учетом даже тех троллейбусов, которые у нас пришли, московские, свыше 100%. То есть это все троллейбусы старше 10 лет возраста. Итак, 67 троллейбусов и 69 пассажирских автобусов. За первый квартал 2021 года среднесписочная численность работников МОК Балаково-Электротранса, согласно прогнозу, составит 321 человек. Для пояснения, на 1 апреля 2020 года численность была 347 человек. В том числе водителей 90 человек, в 2020 году это было 100 человек, кондукторов 38 человек, в 2020 году это было 44 человек. Средняя зарплата по предприятию составляет 18 474 рубля. Средняя зарплата кондукторов 12 900 рублей, средняя зарплата водителей 21 914 рублей. Здесь тоже поясню, то есть водители автобусов, у них средняя зарплата получается 23 036 рублей, у водителей троллейбусов средняя зарплата 16 571 рубля. Доходы от основной и прочих видов деятельности предприятия за первый квартал 2021 года составят 35 657 800 рублей. В том числе выручка от продажи билетной продукции 8 785 000. Доходы от заказных перевозок 3 190 000. Компенсации за перевозку льготников, это так называемая льготная категория граждан, 5 021 000. Кроме перевозки пассажиров, предприятие осуществляет другие виды деятельности предрейсовый, послерейсовый и технический осмотр автотранспортных средств, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей. Услуги по размещению рекламы, использованию опор, контакт на кабельной сети и другое. Доходы по данным видам деятельности по предварительному прогнозу составят 6 865 000. Расходы предприятия за первый квартал 2021 года составят 39 815 000. Из них расходы на оплату труда 19 570 000. Отчисления фонда оплаты труда 6 082 000. Электроэнергия 3 553 000 рублей. Теплоэнергия 1 061 000 рублей. Материалы, запчасти, шины, инвентарь, хозяйственные принадлежности 1 315 000. Топливо и ГСМ 5 328 000. Амортизация основных фондов 701 000. Налоги, относимые на себестоимость 193 000. Прочие расходы, относимые на себестоимость 1 039 000. Прочие расходы, неотносимые на себестоимость 968 000. По итогам первого квартала 2021 года прогнозируется отрицательный финансовый результат деятельности предприятия в размере 4 157 000 рублей. В 2020 году согласно постановлению правительства от 16 мая 2020 года за номером 696 предприятиям получен кредит в размере 28 305 000 рублей на период с 30.06.2020 года по 30.11.2020 года. Но это как отрасль, которая получила поддержку. Окончательное решение по тому, будет ли списан этот кредит или нет, будет принято 15 апреля. То есть сроки до 1 апреля, но там есть еще так называемый период, когда банк может перенести свое решение до 15 апреля. Продолжение следует... Продолжение следует...